У нас запись, извините. Ах, у нас запись, то я еще должен фильтровать базар. Просто, чтобы люди посмотрели, кроме тех. Территория свободы. Знаем мы вашу свободу. Это я, как раз, когда последний раз был здесь на ненастье, нас водили, 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 а вот это, это зал свободы, он на ремонте. Я подумал, что это... Это писать не надо. Пожалуйста, скажите, пожалуйста. Можете ли вы какие-нибудь сериалы или фильмы прокомментировать, которые вам понравились в последнее время, вот, чтобы мы тоже их, может быть, посмотрели, если вы их не видели? Вы знаете, что... Я... Спасибо огромное. Друзья, во-первых, не вставайте, когда задаете вопросы, да? Хорошо? Особенно женщины сидите. Вот, значит, я не самый смотрящий человек, тем более я снимал кино и вообще ничего не видел, не спалил, не читал. Вот, я темный абсолютно в этом смысле, но думаю, что если я начну перечислять, я перечислю вам все то, что вы уже видели, смотрели, слышали, если вы этим интересуетесь. Понимаете, никакого эксклюзива, о которой теперь мне звонят специальные советы, кто посмотрел, это пока никто не видел. Нет, такого нет. И я не споздаю, и мне не звонят. Из наших сериалов, я считаю, что, как сказать, всегда... Всегда... Я всегда уважаю вложение, вложение сил, понимаете, да? Дальше мне-то, может быть, очень нравится, мне очень нравится, совсем даже, может быть, не нравится, но я понимаю, что это сделано, хорошо сделанная вещь. Скажем, из последнего, «Обитель», который снял Велединский Саша, это хорошо сделанная вещь. Можно спорить по частостям, так сказать, как бы, да, потому что, ну, я вижу, как замечательно играют артисты, как это сделано, так сказать, что называется, с вложением сил, с желанием, чтобы это получить. Я очень люблю картину Валья Тодоровского «Оттипель», она не новая совсем, но я могу ее смотреть с любого места, так сказать, как бы, абсолютно, да? Есть какие-то... Ну, вообще, в принципе, значит, у меня спрашивают, предвосхищая вопрос, какие фильмы вам нравятся, мне нравится советское кино, я на нем вырос, воспитан, и с ним помру, потому что, так сказать, как бы, на каких-то замшелых каналах, значит, это самое, я ночью нахожу, значит, какие-то не первые руки советские фильмы, и как дебил смотрю, пока, значит, моя жена, присутствующая здесь, не выключая, значит, это самое, не уводит меня, значит, от этого распада. Вот. Я это люблю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я это люблю. И больше вам скажу, когда я смотрю, так сказать, не первого ряда, даже не второго ряда советское кино, я вижу, с каким уровнем профессионализма оно сделано, понимаете? Еще, как говорится, плыть и плыть мутной водой нам, я имею в виду нам как поколению, как, так сказать, самое, да, до этого уровня, понимаете? Даже не до высочайших шедевров наших советского кино, а просто до самого срединного уровня, просто хорошего среднего уровня. Это было очень хорошее качество кино, я его люблю. Да? Сидите, ради бога. Сергей Владимирович, у каждого, конечно, зрителя есть любимые ваши работы. Я даже знаю, какие, да. Ну, вот, можете не... Хотя Татьяна Анатольевна уже подсказала в какой-то степени. Я считаю, что ваше долгое прощание – это совершенно выдающийся фильм и очень хорошая работа. Спасибо. И мне очень обидно, что замечательная проза Юрия Валентиновича Трифонова ей не везет к кинематографе. Вот кроме вашего фильма, ну, собственно говоря, я не могу даже назвать, ну, была не очень удачная попытка фильма «По дому на набережной», но... Другая жизнь еще была. Вот другую жизнь я тоже не заметил. С Яковлевой, да. Да, я понимаю. Видимо, они все знают. Трифонович и другие произведения масштабные, ну, там, «Время и место» и «Старик», которые, может быть, вообще близок по казацкой тематике, которые в этом произведении присутствуют. У вас получилось. Получилось очень хорошо. Вам не хотелось снять еще что-то по Трифону, чтобы восполнить этот пробел? Это первый вопрос. И второй вопрос. Несколько слов про праведника расскажите. Да, конечно. Значит, что касается Трифона. Я очень любил этого писателя, так сказать, в 70-е годы и еще в 80-е даже годы. Он был, так сказать, конечно, таким вот... Его рвали на части, так сказать, журналы было не достать, и спектакли ставились, и так далее, и так далее, и так далее. Фильмов и тогда не было, кстати говоря. По-моему, пытаюсь, что обмен, по-моему, сделать, но я не помню, честно говоря. На Прибалтийской одной. Да, что-то такое-то было, да. Вот. Трифонов не очень поддающийся этому делу автору, потому что у него, как бы, во-первых, несобытийная проза, в основном несобытийная. Она не насыщена событиями, так сказать, поворотами какими-то. Там прелесть этого в течение жизни, вот в течение жизни. Вот это вот страшно атмосферное, чудовищно, так сказать, бередящая душу, вот это вот течение жизни. И поэтому, так сказать, его трудно экранизировать. Я его полюбил, поскольку еще в институте, то в институте ЖЭ, в институте Щукинском, то есть когда еще учился на артистах, это была вторая половина 70-х годов прошлого века, я начал писать сценарии, еще непонятно для чего, просто тогда как бы этим тоже интересовался. И закончил я его писать уже, когда работал у Райкина, и 20 лет он лежал просто никому не нужно, не то, что никому не нужно, а просто это было сделано и забыто. Пока однажды мне не сказали, что есть возможность запуститься, нет ли у тебя чего-то. А чего-то у меня было, вот, так сказать, старая эта история. Я не предполагал больше экранизировать Трифонова, хотя, так сказать, такие разговоры были и с Ольгой Трифоновой по этому поводу как-то разговаривали. Я понимаю, что ей очень нравится эта картина, и поэтому она, конечно, хотела бы, чтобы это как-то имелось в предложении. Но я понимаю, что я, так сказать, скорее всего пошел бы тем же путем, понимаете, с теми же ключами к этой двери, и я не предполагал этого, понимаете. Как я там... Мне очень нравится, скажем, там, не знаю, поднятая целина Шолокова, но я не предполагаю снова возвращаться к Шолокову, да. Мне бы хотелось что-то другое, да. Поэтому нет, поэтому нет. Жалко, конечно, очень жалко, но почему-то я думаю, что поскольку сейчас к советскому снова новый интерес, может, потому что немного нового и интересного в, так сказать, в современной, там, драматургии, скажем, да, я вижу, как, так сказать, как к этому возвращается интерес, вот, к Трифонову в частности, понимаете. Я вам скажу больше. Вообще, такая продвинутая, продвинутый слой молодежи, это знает, этого автора знает, этого автора знает. Я это понимаю, так сказать, несколько общаясь, так сказать, с какими-то молодыми людьми, они знают этого автора. Так что не все так безнадежно. Я надеюсь, что... Там еще был второй вопрос. А второй вопрос про «Праведника». Это про фильм, который я сейчас снимаю. Ну, во-первых, это, так сказать, такой странный зигзаг в моей жизни, что я после долгих лет работы на телевидении, сериалах, так сказать, я вернулся по предложению, опять же, канала в прокатную картину, о чем я зарекался, не знаю, почему меня это понесло туда. Хорошая история, я думаю, что понятно. Вот. Это история про то, как в 42-м году некий наш притрук по фамилии Киселев в Белоруссии получил задание вывести прячущихся, так сказать, спавшихся из гетто, сбежавших из гетто, из избежавших к смерти евреев на нашу территорию. Для этого ему нужно было пройти по оккупированной территории порядка тысяч километров, а это, естественно, как вы понимаете, это были не люди призывного возраста, эти евреи, это были старики, женщины, дети и, так сказать, какие-то, значит, скрипачи. Значит, и он их провел, вывел, так сказать, потеряв не так много людей, и эти люди остались живы и дали потомство, и сейчас, так сказать, в мае месяце, каждого года уже десятки тысяч, значит, этих самых потомков, этих людей собираются и чествуют его. Его уже давно нет, и больше того, он при жизни не рассказывал про эту историю, ее рассказали уже те люди, которые спаслись, вот, и выяснилось, что у него была очень скромная жизнь, он не получил обещанное ему звание Герой Советского Союза, и в силу разных последующих за войной даже скрывал, так сказать, факт спасения такого количества евреев себе нагло. Вот, и, значит, и праведник никто не знал. Потом он что-то выяснил, и он теперь праведник мира, и, собственно, поэтому картина называется «Праведник». Это пока рабочее название «Праведник». Кстати, автор сценария это картины здесь, сейчас в Викенбурге, он тоже в жюри этого конкурса, значит, кинопроба. Это Геннадий Островский, замечательный наш драматург. Вот, собственно, все, что я могу вам сказать. Это довольно тяжелая была работа. Мы три месяца сидели в лесу в Белоруссии, потому что снимали там. Из-за ковида сдвинулись сроки, поэтому мы сидели не там, не знаю, не с июля по сентябрь, а с августа почти по ноябрь, что меняет как-то жизнь. Но, слава богу, так сказать, мы сняли. Что сняли, я не могу сказать. Что получится от этого ядреца, не знаю. Там снимались очень хорошие артисты, большей частью, как всегда, неизвестные, но в центральной роли, тем не менее, Саша Яценко, он играет Киселева. В очередного еврея Евгений Сергей Маковецкий. В буквально эпизодических ролях просто по одному съемочному дню было у Чулпана Хаматова и Кости Хабенского. А, ну, и Федяна Бродравов еще снимает 100, в общем, небольшой роли. Вот, пожалуй, говорить про, так сказать, звезд ликвидации, это все. Ну, там огромное количество, что... А, да, Женя, хочу посчитать, играет, да. Вот. Но больше... А все остальное, это молодежь, много очень молодых артистов, замечательных, по-моему. Ну, опять же, про это говорить рано, потому что я с ужасом, сейчас, так сказать, приступаю к этой самой какой-нибудь, к монтажу. Очень боюсь увидеть, что снял не то, не так, не туда, и не про то. Это вообще я всегда боюсь. Да. Можно я тоже? Да, конечно. А был документальный фильм? Да. Да, список Киселева. Да, список Киселева. Вот такой фильм, да. Вот такой фильм. Да, был прям. Ну, это мало ли что было. Нет, ну, просто... Тихого Дота сколько было? Все, ты пугала меня когда-нибудь, что ли? Сергей, потому что, как бы, вот вообще про это ничего не знали, нет. Ну, вы знаете что? Опять же, я уверен, что, так сказать, вот вы знали, потому что вы не включаете телевизор, а вот люди... Я телевизор, у меня вообще нет телевизора. Ну, что же сразу ты оправдываться начинаешь? Я говорю, вот у вас нет телевизора, вы про это знаете, а вот люди сидят, они, может, не знают, у них есть телевизор, понимаете? Нет, это было на культуре действительно. У меня действует... Не перестаньте оправдываться, знаете хорошо, что вы... Нет, это было прямо, на самом деле, очень много про это тогда говорили. Значит, я это пропустил. Короче, для меня это была история была, мне рассказал Антон Занопольский, потом он же мне дал фильм, я про это первый раз слышал. Я самый темный в этом зажиг. Все. Ну, это на самом деле, по-моему, года два назад было. Не знаю, мне не спустят. Да хватит уже, уже, хватит. Уже рассказывают длиннее, чем фильм идет. Можно спросить, да? Да, конечно. Вот как раз речь зашла об актерах. Я здесь впереди. А, да. Я хотела вас, просто очень вопрос спросить, не могли бы вы несколько слов сказать про актера, который снимался у вас в двух фильмах. 30 лет назад он у нас блистал здесь, на сцене, в драмтеатре, поэтому многие, наверное, его помнят. К сожалению, в этом году его не стало. Юрий Лахин. И он у вас снимался... Он очень много снимался, но не в главных ролях, к сожалению. Просто вот что-то вспомните про него. Спасибо. С удовольствием вспомню. Юра Лахин, замечательный артист. Мы его помним хорошо. Я знаю, я забыл, я думал, про кого говорить. Да, это Юга, конечно, ну, конечно, он уральский. С Юрой Лахином мы познакомились в театре Сатирико. По-моему, я уже ушел из театра, когда он там появился, но они много партнерствовали с моей женой, с Ликой Нибондовой, и я на него как-то вот обращал внимание всегда. Он был... У него была какая-то очень своя какая-то краска. Своя краска, может быть, я бы сказал, не очень подходящая для этого театра. И поэтому достаточно закономерно, что в какой-то момент этот театр ушел. И как странно бывает, при том, что я... У нас прекрасное отношение с Костей, я его с Казарином Ахачем Райкиным, я очень его люблю, но я очень много снимаю артистов, которые покидывают театр Сатирико. Вот удивительная вещь, да? Которые как бы вот не нашли себе там применения. И Костя Лавроненко, и Юра Лахин, и большое количество артистов я снимаю. Вот. И Юру я позвал, потому что мне нужен был вот такой, как сказать, положительного баяния, да, вот это самое, значит, Чусов, полковник Чусов. И Юка прекрасно-то сыграл, и он хорошо себя вел. Но поскольку я знал, что он артист разнее, чем эта вот такая краска, да, то я его позвал на остро-характерную роль в Исаии. И мне кажется, что он играет просто блистательно. Просто блистательно играет. Я получаю удовольствие, когда я снимал его, я получал удовольствие от того, как он, какие он находит нюансы для игра, вот так сказать, такого человека. Юра был очень хороший артист. И дальше мы с ним уже не встречались, но, опять же, не потому, что я... Ну, просто так бывает, да, так сказать, есть много артистов, которые снимались у меня и будут еще сниматься, но вот так вот сейчас, так сказать, нет такого применения, чтобы я это сам, да. и вдруг это несчастье, абсолютно, что называется, не ко времени. Вообще, я бы сказал, что это вот, эта болезнь, она потеряла такое количество... Вот я уже говорил, что пишут, что рак самый страшный, так говоря, самое большое количество, так сказать, да, там сердца и так далее, но я не потерял от рака и от сердца вот таких людей, такого количества людей, просто которых я знал, знаю или, так сказать, там на расстоянии одного рукопожатия нахожусь. Просто что-то страшное. И он был прекрасный артист, у него было очень хорошо, я его очень любил, и я понимаю, что он замечательно бы работал, до глубокой стальности, потому что ему это все шло, он, так сказать, вот все было бы у него хорошо. Это трагическое стечение страсти. Спасибо большое. Спасибо, пожалуйста, еще вопросы. Добрый день, Сергей Владимирович, меня зовут Диана, я начинающий режиссер, и вот у меня есть к вам два вопроса. Первый, может быть, у вас есть какие-то фишки про съемки ваших фильмов, какие-то основополагающие принципы, которые вы могли бы посоветовать вот именно начинающим режиссерам. И второй вопрос, как вы подбираете артистов, и как при работе с ними вы вытаскиваете вот именно ту эмоцию, которая вам нужна. Спасибо. Пожалуйста. Ну, фишки... Алгоритмы и фишки. Фишки, ну, фишки, конечно, проще немножко. Ну как, плють три раза через левое плечо, вот и сверить, какие фишки-то. Наши обычные фишки. Вот. Значит, я не знаю. Слушай, у каждого свои, как ты говоришь, фишки. Ну, не знаю. Значит, что касается артистов, здесь гораздо проще. Выбирай тех, кто А. Подходит к этой роли, по твоему мнению. И, главное, те, которые нравятся тебе. Вот тебе. Никому-то. Не потому, что он модный. Не потому, что он, так сказать, не потому, что продюсеры говорят. А потому, что он тебе очень нравится. Он или она, неважно. Тогда, может быть, будет ток. Обязательно смотри этих артистов там, где они свободны и, что называется, по сути, как это самое, куры свободного выпуска. Когда они в театре. Ходи, смотри на них в театре. Где они не хотят, приходят тебе понравиться, так сказать, на студию, где вы там встречаетесь. А там, где они заняты делом, и делом не вашим, а делом своим. Смотрите на них там. Ну, еще что? Еще нужно создавать атмосферу на площадке такую, при которой актер не боится сыграть плохо, не боится ошибиться, не боится, что, так сказать, он пойдет не туда. Он имеет право на ошибку, на, так сказать, на плохую игру в этом дубе. Да, понимаешь? Когда атмосфера при, как бы, железном понимании, чего ты хочешь, атмосфера необязательности, понимаешь, да? Когда мы, так сказать, радостно смеемся, что он оговорился в 16 дублей, да, в одном и том же месте, да, мы все смеемся и смеемся, смеемся и смеемся. Вот, да? То это, он рождает, так сказать, как бы, какую-то такую свободу, что он еще 20 дублей оговорился. короче говоря, я не знаю, бери хороших артистов, вот это так сказать, бери хороших артистов, и все будет хорошо. Не бери плохих артистов, и сама не играй в своих картинках, еще тоже вот это вот, Вот и все, и все, и все тебе будет классно. Вот тебе и все фишки. Сергей, у меня тоже есть вопрос, вот как раз об артистах, точнее об артистках. У вас две замечательные дочки, замечательные артистки, Александр Урсуляк и Дарья Урсуляк. Вы как-то следите за их творческой судьбой, и что вот из последнего вы видели в их театральных и киноработах? Да, спасибо большое за вопрос. Да, случилось такое несчастье, у меня две девочки, актрисы, помимо жены актрисы, так что, так сказать, как бы я со всех сторон материально и морально обеспечен. Значит, да, две девочки, актрисы. Я слежу за их работами, безусловно, слежу, но слежу, как вам сказать, вопреки, так сказать, мнению многих, что, ну, понятно, папа режиссер, это все ерунда, потому что папа режиссер, ну, в лучшем случае, может позвать свою картину кого-то из них, это максимум. Но это, как говорится, ничего не дает им, или почти ничего не дает, потому что, так сказать, папа снимает ветка, а жить нужно каждый день. Поэтому, каждый из них снимается в разных картинах, скажем так, да, в более удачных, менее удачных, совсем неудачных. Какое-то время я пытался, так сказать, еще по молодости их и своей, так сказать, глупости вразумить и сказать, ну, зачем ты там, значит, ну, зачем ты снимаешься вот в этой, ну, ну, да, ну, ну, на что кто-то из них, я не помню, по-моему, Саша, сказал, что, пап, никаких вопросов, если ты компенсируешь, мне, так сказать, как уж называется, это самое, да, у меня трое детей, и это правда. А поскольку я ничего компенсировать не могу, да, то, в общем, да, я слежу за их работами, вот сейчас я, так сказать, еще не смотрел последнюю Сашину картину, про которую все очень хорошо говорят, пингвины моей мамы, вопрос о платформе, значит, где говорят, у нее хорошая роль, она хорошо играет. Это пиар-тяжкая жизнь, актерская, ребята, они очень зависимы, как все актеры, зависимы от режиссуры, от материала, от позвали, не позвали, и в этом смысле я, по-моему, естественно, ничем не могу, так сказать, а советы мои, что называется, дорогой они, в этом совету, вы знаете, все это, это все никому не нужно, у них своя жизнь, так сказать, я могу тихо радоваться, так сказать, и когда у них получается, я радуюсь очень, когда у них не получается что-то, я сильно огорчаюсь, раньше пытался еще что-то выкрикивать, когда был огорчен, сейчас, в общем, уже по старости сижу тихо, чтобы не выглядело, я хотела тоже про фишки спросить, что ж такое, ну, это так, конечно, это не фишки, но вот в одном интервью вы сказали, ну, мульки, нет, в одном интервью вы сказали, что вы снимаете только на пленку, и всегда будете снимать на пленку, так, как вас когда-то научили во ВГИКе, вот так вот, я дословно помню цитату, то есть вообще, в связи с этим, как у вас отношение ко всяким техническим фишкам. Значит, ну, вы не дословно помните цитату, потому что во ВГИКе я не учился. Где-то. Где-то учился, да, это правда, я учился на учрежденческих курсах, во ВГИКе я не принимаю дважды, и за это я теперь там преподаю. Страшное место, тихо. Значит, я соврал в том, вернее, когда я это говорил, я говорил правду, я действительно снимал на пленку и снимал до последнего. Хотя, скажем, не Насте, я уже половину картины снял на пленку, половину на цифру. То есть я современную часть снимал на цифру, а ретро снимал на пленку. А сейчас, поскольку ко мне пришел молодой оператор, новый, значит, и мы снимали вот эту картину значит, «Праведник», у нас был выбор, и я спрашивал его, так сказать, но все-таки это в огромной степени еще и выбор оператора. Я спросил вот о чем мы бы снимать. Мы долго обсуждали пленку, потом сошлись на цифре по очень многим параметрам, так сказать, но зато мы, там у него были заказаны объективы, объективы такого, так сказать, уровня, что те, кто думали, что мы на этом сэкономим, они глубоко ошиблись. Короче говоря, сейчас мы снимаем на цифру, пока изображение мне нравится, ну а дальше посмотрим. Тогда, когда я это говорил, я честно хотел и все равно считаю, что пленка лучше, я считаю, что пленка лучше, но оператор решил снимать на цифре. Какие-то другие всякие технические новшества, которые любят другие наши режиссеры? Ну, какие новшества? Оживлять покойных артистов? Я не предполагаю, так сказать. Компьютерной графикой я пользуюсь, так сказать, но в меру того, что мне нужно там стереть там знак здесь, значит, это здесь и что-то еще. Но самое элементарное, конечно, я не делаю, так сказать, фильмы, которые все сняты на компьютере, так сказать, сил разных обстоятельств. А все остальное, ну, как-то я использую, у меня микрофоны я пользуюсь, так сказать, то есть я технический подход. Микрофоны у меня есть, свет всякие, лампочки, все это у меня есть. Я не только при вычине снимаю, значит, на пленку. Нет, все, все, как у людей у меня. Ну, а, наверное, конечно, самые продвинутые вещи, наверное, проходят мимо меня. Ну, так что делать? Извините, можно вопросы? Конечно. Меня зовут Гороботков Игорь, я продюсер, и меня как продюсера интересует следующий вопрос. Вот, допустим, вам присылают продюсеры определенный материал. Логлайн, синопсис, допустим, какие-то там цитаты из сценария. На что вы обращаете в первую очередь внимание, чтобы, допустим, понять, либо вы работаете, либо нет, спасибо, до свидания? Ну, во-первых, я стараюсь, чтобы мне прислали все-таки сценарий. Ну, грубо говоря, там первый вопрос такой, да, вот, там, не знаю, фильм, фильм, там, я не знаю, про шпионов, да, наши, там, да, внутри себя я могу сказать, там, в принципе, про шпионов, хочу, не хочу, да, когда я там ликвидацию, мне просто очень хотелось про шпионов, вот просто очень хотелось про шпионов, да, а сейчас не знаю, но если, допустим, да, тогда присылайте сценарий, потому что синопсис, ну, ну, синопсис, ну, что, это же не, так сказать, как бы, это просто краткое, в общем, изложение, там, чего-то, да, сценарий, если есть возможность присылать сценарий, то я прошу сценарий, конечно же, да, потом долго его читаю, потому что ненавижу это дело, вот, а потом я решал, ну, сейчас гораздо проще, знаешь, во-первых, мне ничего не призывают, практически, да, давайте я пришлю, давай, опять же, да, все возможно, но, сейчас мы дослушаем до конца, я тебе скажу, я связан человеческим, не контрактам, да, я человеческим связан, скажем, с тема Златопольского, Антона Андреевича, да, с каналом России, встану, и, конечно же, прежде чем, да, там, я, я должен с ними, как-то, так сказать, говорить, разговаривать, так сказать, как бы, понимать, как мы живем вместе, если мы не живем вместе, мне говорят, будь здоров, так сказать, как бы, иди куда хочешь, это один разговор, да, но сейчас, поскольку мне очень нравится с ним работать, с Златопольским, да, то я, конечно же, хочу это длить, так сказать, пока не помру, понимаешь, да, вот, да, потому что это абсолютно, так сказать, поле, что называется, свободы, я, да, он помогает, а не мешает, в отличие от всех остальных продюсеров, включая тебя, значит, понимаешь, спасибо, пожалуйста, почитать, давай почитаем, какие проблемы, да, может, я кого-то тебе посоветую, да, я не знаю, что-нибудь еще, да, но, но, в принципе, мне не много присылают, мне не много, так сказать, как бы, зная, вероятно, что, так сказать, ну, это уже отрезано это самое, да, ну, куда он бернется оттуда, что, в общем, правда, вот, то меня я не очень, меня не очень присылают, не очень присылают, спасибо.